Всем привет! Очень давно не делаю никакие трансляции, хотя обещал их делать достаточно регулярно. Но вот выдалось какое-то время, очень много времени уходит на создание программы «Умнее денег», которую почему-то никто не смотрит. Это вообще отдельный вопрос, кстати, если хотите, можем его обсудить. Ну то есть я надеялся, что смотреть его будет больше людей. Ну и сегодня вроде как рынок двигается, есть что обсудить. Такие моменты были любопытные за последнее время на рынке. Первый – это то, что… Ну все-таки постоянно обсуждали, да, там рубль, до этого была сделка с Роснефтью, типа сделка с Роснефтью влияет на рубль, и типа там что-то какой-то заговор есть, и как-то это сейчас все вылится. Сейчас вот все в один голос, все вообще, все рекомендуют покупать доллар. Это прям люди, причем люди, которые обычно, знаете, ну публичные, которые в принципе, ну даже не связанные с финансовыми рынками или с аналитикой, которые стараются комментировать какие-то экономические ситуации, как-то оплывчиво, да, вот обходить острые углы, не давать каких-то острых комментариев. Короче, просто в открытую говорят, Олег Анисинов, надо доллар брать, там, не знаю, Романчук, металлинвестбанк, доллар брать. Ну и это только первое, что пришло мне в голову, потому что практически все эксперты, там, которые я где-то видел, говорят, что нужно брать доллар. Нет, мне-то хорошо, наверное, тоже. Я хочу, чтобы доллар рос, честно говоря. Когда торгуешь на американском рынке, ты очень радуешься, когда растет доллар, когда еще, в принципе, ты зарабатываешь. Но, тем не менее, почему это так происходит, непонятно. Тут дальше, да, тема продолжается. То есть, ну, чувствуете, какой-нибудь интересный момент. То есть, Роснефть, доллар, и потом бах, вчера на многих акциях, на многих толстых акциях, на ММВБ, ну, индекс РТС уже, я тут согласен с Тимофеем Мартыновым, он мертв, вообще-то, смотреть вообще нечего. И индекс ММВБ, ну, многие акции упали, там, по 10-15%. И, ну, на мой взгляд, это тоже не случайно происходит. Если мы посмотрим на тот же ETF российских акций в Америке, он тоже падает, и там самый крупнейший отток. Ну, вы скажете, ну, а почему бы ему не упасть, да, действительно. Есть какое-то движение вверх, было достаточно серьезное, и, типа, сейчас начинается отток, да, ну, откат. Это все, это так и должно быть, да, на рынке, типа, то что откат. Но любопытно, почему-то, когда другие рынки реагируют по-другому, скажем, выступление Трампа в Конгрессе было сегодня. До этого как раз упали российские акции. И после выступления Трампа в Конгрессе Европа обновляет all-time high, Япония вверх, Китай вверх, Америка сейчас откроется, скорее всего, тоже на своем историческом максимуме. Что с Россией случилось, да, почему именно с Россией вот такая ситуация произошла? Ну, странно, да, то, что начали скидывать российские акции, на мой взгляд, тоже есть. Понимаете, на рынке есть некоторые вещи, которые, ну, необъяснимы. То есть обычно вы объяснение им этим вещам слышите только постфактур. То есть когда там был 2000, вот самый такой яркий пример, ипотечный кризис 2008 года, ни один CNBC, Bloomberg, вообще никто не понимал, что происходит. Никто. Мы смотрели их круглосуточно и читали вообще всю аналитику на английском, никто ничего не знал. Зато сейчас любой пацан ему пальцем покажет, что такое там CDS, MBS, как бы он тебе все расскажет, что такое там, как это торговалось, кино. Книгу вышло, книгу выпустили. Ну, то есть обычно, когда на рынке происходят какие-то несостыковки, вот на них нужно обращать внимание и не пытаться даже их объяснить. Ну, потому что поведение рубля я не знаю, как объяснить. Хотя я регулярно на какие-то комментарии по радио мне звонят, типа, что случилось? Я такой, где-то здесь мы будем в ближайшую неделю. Поведение российских акций относительно другого рынка вот за последнюю неделю тоже очень непонятно, что происходит. Как бы все, вроде что-то происходит, а знать, что не знаешь, что там еще. Ну, и вот выступление Трампа в Конгрессе, на самом деле, там особо-то разговаривать нечего. Но суть в том, что до этого выступления, на что, на самом деле, многие не обратили момент, выступали два чувачка из ФОМСА, которые выступили с очень истребинными заявлениями. И вероятность повышения ставки, которая была до открытия американской сессии вчера, составляла где-то в районе 38%, к концу торгового дня она стала 50%, после выступления этих чувачков перед Трампом она поднялась до 70%, то есть сейчас там почти 85-90%. То есть в марте ставку повысит, это, типа, вот, что 100% практически ставку повысит, потому что, ну, двое таких авторитетных людей высказали, что ставку лучше сейчас поднять, а потом не поднимать, ну, подождать, посмотреть, как будет экономика реагировать, чем потом мы пойдем в какую-нибудь турбулентность, и там нужно будет поднимать ставку, там уже будет тяжелее, как бы, управлять этим всем процессом. Ну и Трамп, естественно, сказал, что, ребята, давайте в Конгресс еще один триллион, те вот как раз инфраструктурные расходы, о которых шла речь, которые вроде как не должны были, да, или задвинули их, то, что их не дадут, он сказал, что будет их просить. Потом расходы на оборонку, расходы на оборонку, там, все оборонные предприятия не так сильно отреагировали на победу Трампа, он сказал, что он увеличит на 9%. 9% это, чтобы вы понимали, 9% оборонного бюджета – это бюджет России. То есть увеличение на 9%, как это сейчас очень, да, модно говорить, на донышке, увеличение на 9% американского бюджета оборонного – это размером с бюджетом России, то есть увеличивать. Потому что все акции, которые отреагировали негативно на инфраструктуру, ну, возможный отказ от инфраструктурных инвестиций или непосредственно неувеличение оборонного заказа, или сворачивание, кто-то верит, да, кто-то верит в сворачивание военных операций, у республиканцев, это точно не будет. Когда Баффет говорит, что… Вопросы, да, кстати, это на самом деле больше вопрос-ответ, предлагайте тему, будем беседовать, так это пока заполнить эфир чем-нибудь. Когда Баффет говорит, что рынок недооценен, не стоит ли готовиться к шортам через месяца-два? Рынок недооценен, да. Я бы не стал… Мне вообще на самом деле очень не нравится, когда Баффета приводят вообще в пример трейдингу, потому что трейдинг Баффет – это вообще разные вещи. Баффет – это не трейдер, как бы он не трейдит в том понимании, в котором вот вы привыкли там смотреть на акции, графики. Ему вообще на это насрать. То есть он ищет очень выгодные сделки. То есть он как бы отчасти он инсайдер. То есть он всегда знает информацию, которая есть вот в этих кругах, летает. Баффеты – это большой кошелек, это гарант надежности. И если ты как компания хочешь заручиться новыми инвесторами, ты должен в первую очередь сделать так, чтобы ты понравился Баффету. Если ты понравился Баффету, и, соответственно, Баффет тебя что-то вложил, то ты можешь мультиплицировать его вложения в 5-10 раз это будет тот приток средств в твою компанию. То есть это очень хитрый механизм. Я не говорю, что Баффета манипулируют. Нет, просто Баффету предлагают очень выгодно купить какой-то актив еще до того, как его в принципе предлагают остальной аудитории. И, соответственно, если Баффет соглашается, то это становится круто. Вот Баффет сейчас покупает Эппл. Он его покупал, покупает, и говорит, что еще будет покупать, потому что ему это типа просто нравится. Он сказал, что ему тупо нравится компания, поэтому она покупает. И все последователи Баффета теперь начнут торговать именно так. О, мне нравится компания Дисней, куплю-ка я. Мне нравится компания Netflix, я смотрю сериал, куплю-ка я. Это все булшит. То есть Баффет что-то знает. Определенно что-то знает. Он знает намного больше, чем ему кажется. Так что Баффет и трейдинг – это разные вещи. Вообще не берите таких людей, как Баффет, Чаннелс, Акман, Айка. Это те люди, которые мыслят вообще, у них другая система координат. Мы можем их как-то иметь в виду, но мы не должны полагаться, рассматривать или пытаться понять, как они думают, потому что это ни к чему не приведет. Ты как бы уходишь из своей реальности уже в другую. Есть острая необходимость провести выездной вебинар в Европе. На самом деле в этом году у меня было уже два предложения провести мероприятие в Европе и еще провести зимой кэмп на Бали. Типа трейдинг-кэмп на Бали. Не знаю, посмотрим, что это. Что это, из чего выйдет. Для меня такое же кресло, задний подголодник стирается постоянно. Как ты выходишь из ситуации? А здесь просто не видно. Он на самом деле здесь тоже такой поюзанный. Но я недавно только об этом увидел и я знаю, как я выйду из ситуации. Я поменяю стулом с соседом, когда его не будет, и сделаю вид, что ничего не знаю. Еще один плюс, как можно работать в офисе. Поменять клавиатуру, поменять стулья, что-нибудь еще, поменять преимущества. По поводу золота, вот еще тоже прикольная штука была, которую мало кто заметил, или я просто не видел, как кто-то заметил. Это то, что определенный день акции, вообще ETF и сами акции золотодобывающих компаний очень сильно упали. Это как раз было в преддверии, это было в пятницу, если не ошибаюсь, даже в преддельник, в преддельник или в пятницу, ну, совсем недавно, в преддверии как раз Сената Трампа. То есть в преддверии падения российских акций, в преддверии роста доллара, в преддверии роста ожидаемой инфляции, в преддверии повышения процентной ставки, которая сейчас близко к 100%. То есть, что там вообще сейчас? Секундочку. какой-нибудь GNAG или GDX. Жесть. Жесть. Просто жесть. Просто жесть. И, на мой взгляд, золото продолжит падать. То есть, я так. Исторически по золоту в шоу. Конечно, торгую его редко, но, тем не менее, когда происходят какие-то гэпы сильные, золото сейчас тоже очень хорошо двигается. Сейчас вопросов совсем немного, да. Давайте, если не знаю, тогда подумаем, как сделать мое шоу более интересным. То меня вообще разочаровывают последние два шоу, которые мне казались будут суперинтересными, количество просмотров по ним совсем небольшое. Типа, что делать? Есть предложения какие-то? Потому что хотелось бы что-то делать, чтобы что-то как-то развивалось. А когда ты топчешься на месте, когда ты, в принципе, понимаешь, что видео на записи на айфоне набирает примерно столько же просмотров, сколько работа, там, пяти человек, монтаж, там, свет, звук и так далее, мне очень, короче, понятно, зачем это все делать, если можно, типа, включить айфон. И то же самое примерно про те же темы, наговорить, наговорить, соответственно, по телефону. Про твикс. Ну, это, короче, твикс я не рекомендую новичкам торговать волатильностью вообще. То есть на своем обучении я говорю там о том, ну, привожу примеры, как я торгую я и что делаю, но новичкам, особенно среднесрочникам, которые, ну, и торгуют каждый день, не рекомендую категорически торговать волатильностью. То есть вы можете пробовать заходить, скажем, в шорт в индексы или заходить в шорт, в шорт, скажем, ну, в лонг, в обратные ETFы. Типа, какой-нибудь QID, QLD, SDS, то есть обратный там NASDAQ, обратный S&P, обратный TEN, TNA, TNA это просто прямой, тройной. Но тем не менее, как бы заходить не по латинец, потому что очень часто как бы волатильность, она падает, она не двигается линейно относительно рынка. И в какой-то момент вы упускаете выход, когда они отвязываются друг от друга и становитесь инвестором актива, который создан для того, чтобы падать. Если вы там зайдете на какой-нибудь сайт, где нету сплитов, я не знаю, там, может быть, TradingView или какой-нибудь, наверное, Free Stock Charts, и вобьете, там, Twix или VXX, или VXY, вы увидите, что он, с учетом всех сплитов, типа падает, там, с 330 или с 33 тысяч долларов постоянно-постоянно вниз. То есть это не тот актив, который с таким... Ну, как бы не стоит торговать вообще, если ты не понимаешь, как это использовать. Намного проще взять... взять какой-нибудь обратный индекс, да, где можно торговать... шоу, очень много актерской игры. Это на самом деле просто кажется. Просто кажется, что это какая-то актерская игра. На самом деле, это привычное мое мое общение. То есть как я общаюсь. Немножечко так с актерской игрой. Потому что... Короче, шоу, это прикольно. Это хочется как-то раздевать, но мыслей нет. И хочется что-то туда добавлять, что-то делать. Ничего я не пропустил. Что думаешь про снэп завтра? Ну, не факт, что завтра. Не факт, что завтра, потому что завтра может икона не разместиться. То есть... Ну, насколько я знаю, не факт, что завтра. Я ожидаю, что будет очень круто. Хотелось бы, чтобы он не открылся высоко. Я имею в виду, чтобы он не разместился высоко. Размещение, по-моему, сегодня или завтра как раз будет, а откроется он. Сегодня у нас среда. Ну да, скорее всего, сегодня будет размещение, завтра он, скорее всего, откроется. Теоретически, может и в пятницу открыться. Это такой момент, который надо уточнить. Главное, чтобы вроде бы, как бы вот этот хайп, он, чтобы не открывал выше рейнджа. То есть, когда выше рейнджа открывают, мне не очень нравится. Мне очень нравится, когда размещение идет по рейнджу и, соответственно, открывают ее с гэпом. Потому что иногда акции неадекватно оценивают предварительное. Ну, первичное размещение само происходит выше рейнджа и, соответственно, гэп, если даже происходит, очень маленький. И там, падение будет. Но на Snapchat вроде бы какого-то ажиотажа нет. Я, кстати, даже не удивлюсь. Это, в принципе, было бы прикольный сценарий, если его дадут ниже рейнджа. То есть, по предварительной подписке дадут его ниже по 13, допустим, или по 12. Все, короче, уверены, что аааа, первичная подписка, так дешево купили, такой низкий спрос и начнут покупать его в рынок. И за счет этого как бы гэп еще увеличится. Вот это было бы классно. Чтобы дали по 13 или 12, а открыли, скажем, по 16. Почему нет? Или по 18. Было бы классно. нефть. Нефть, если честно, я уже давно не анализирую, не торгую. Уже с начала декабря, наверное. Ну, может, с середины, уж точно декабря. Вот примерно это связано с тем, когда она встала в рейндж, она не идет вверх, не идет вниз. Волатильность по нефти сейчас достаточно низкая. Этиарь сильно сократился, нефтяные акции как-то немножко отвязались и больше двигаются за индексом. И вроде как нефть особо ничего не влияет. Все на запасы не реагируют, на разного рода Бейкер, Хьюж, количество колонок, сколько, не колонок, выше, нефтяных, сколько появилось, тоже не реагируют на это ничего. И на какие-то ОПЕК-заявления тоже не реагируют. Поэтому, ну, нефть сложно продавать. Нефть выглядит, конечно, очень сильно, очень сильно, но я не очень понимаю, как нефть собирается расти с учетом повышения ставки и растущего доллара. Хотя, конечно, повышение ставки это в связи с чем? На связи с повышением инфляции. Инфляция это всегда хорошо для комодитис, потому что если, соответственно, у вас растет инфляция, то вы в своем бизнес-цикле деньги не откладываете, а покупаете сразу сырье, потому что с учетом инфляции будет дороже в следующем году, потому что деньги дешевеют. Здесь очень много нюансов, но есть такое ощущение, что нефть не будет падать до IPO этого Арамко, Сауди Арамко. Ну, короче, как только вот арабы продадут свою нефтяную компанию США, основным инвесторам, вот тогда уже нефть задвигается. А сейчас она будет где-то в каком-то в каком-то нефть, а просто и в каком-то Это даже мне неинтересно. Кому это может быть интересно? Европейцам или китайцам? Я думаю, они меня не понимают. Что касается ситуации, когда спреды между майнерами и золотом расходились, такое было не раз и довольно-таки успешно сходилось, но движение было какое-то ненормальное. То есть, ну знаете, примерно такую логику из статистики еще, некая сигма, это среднеквадратичное отклонение, и если на нее отклонился числовой ряд, то с очень большой вероятностью он вернется. Но получается так, логика, что чем больше сигма отклонения произошло, тем вероятность больше, что он вернется обратно. То есть математика, статистика на этом построена. А непосредственно в трейдинге-то все совсем по-другому, потому что там есть ресурсы и есть маржин колы. То есть такие движения они приводят к закрытию позиций, приводят к маржин колам. И мне кажется, что в этом плане еще рано играть этот спред. То есть, ну, я бы смотрел на майнеры и золото только со стороны как бы спреда. Сложно предположить там, куда пойдет золото. Или что произошло именно с майнерами, почему они так упали. А вот со спредом поиграться можно было бы. Когда рубль будет 50, ну, это тоже, я думаю, никто не знает. Но, на мой взгляд, он может стоить и дешевле. Хотя я за то, что, ну, стоить и дороже, вернее, относительно доллара, короче, может сходить и к 55. Ну, потому что я не понимаю, что сейчас движет особо рублем. Все вот эти закулисные игры, как я уже там вначале говорил, я про это говорил, там, Роснефть, какие-то движения, которые происходят с рублем, с нефтью, очень такие манипулируемые. И я бы, ну, не зарекался. То есть, самое странное, что ожидание, как бы сантимент, так сказать, толпы, которая уверена, что доллар будет выше. И такие многие люди, так сказать, занимающие такие крупные посты или публичные достаточно в Фейсбуке, очень активно ратируют на то, что рубль будет расти. Ну, вернее, рубль будет падать, вносительно доллара, короче, я не уверен. Я не уверен. О, Роман Сульжик, привет, Роман. На мониторе, да, GDX. Еще, как бы, если что интересно, интересен Китай, на мой взгляд. Китай не вырос на всех вот этих ралли, которые были после победы Трампа. Китай был на праздниках, неделю он вообще мертвый был и открылся вообще без гэпа, когда Америка сделала движение. Мне кажется, что если вот эйфория будет продолжаться, она, скорее всего, как бы, ну, вот уже продолжается с учетом инфраструктурных расходов, повышения ставки в марте, то китайские компании, многие, они там могут дать по 15-20% такого хоум-раума сумасшедшего. Вообще, китайский индекс, на мой взгляд, выглядит очень любопытно. Я слежу не за самим индексом там, или там не за Гонконгом, а за ETF-ом YINN. Это тройной Китай и двигается сумасшедший. Кстати, кто хочет отстроить ощущение из-за того, что двигается сейчас Россия, так супер тоже неадекватно, непонятно почему, можно посмотреть RUSS, либо RUSL. Это тоже тройные страновые ETF-ки. Они, на самом деле, очень неплохо двигаются. Вот Россию такой вам лайфхак. Интересно поторговать, когда уже основная сессия российская закрылась, и вечером есть движение на Америке. То есть, и вот можно всегда найти такое небольшое различие, на которое можно заработать, даже ближе, может быть, к скальпингу. Ну, вы понимаете все, что любой удачный скальпинг превращается в грамотный средний срок. Список акций, которые вырастут... А, ну то, что я выступал там, они не то, что в два раза. Они назывались в 10 раз за 10 лет, то, что они вырастут. По принципу, они выбирались, на самом деле... Ну, нету какой-то, знаете, математического подхода. Я, конечно, могу сказать, что это deep machine learning, это machine learning, это artificial intelligence, ребята. Это все естественно. Да нет, ну на самом деле я просто смотрел... Старался брать компании с технологии, с сектора, которые имеют такой потенциал роста. И, соответственно, ну, что уже есть, что не слишком сильно высоко, и что есть потенциал. Да, в первую очередь из потенциала я брал это biotech, то есть это, грубо говоря, технологии, связанные со здоровьем. Второе, это security компании, которая с секторами, потому что кажется, что безопасность, это будущее тоже такой, у людей сдвиг на этой теме произойдет. Это все, что связано с роботами в домашнем использовании. Там, допустим, есть компания iRobots. Ну и вообще, как бы, уберизация всего вещей там, холодильнику сказать, чтобы он положил бутылку водки в морозилку, да, переместил ее, пока ты едешь домой, оставшись с работы. Ну, то есть это все, наверное, будет работать. Что там еще? Все, что, как бы, для этих всех роботов нужны чипы. Вот, соответственно, топовые компании по чипам. Ну, на самом деле там ничего сложного нет. И если вот просто каждую компанию отдельно посмотреть, не нужно быть, там, супераналитиком каким-то или футуристом для того, чтобы сложить, как бы, 2 плюс 2 и понять, почему именно эти компании, они другие. На мой взгляд, это все-таки оптимально. Ну, NVIDIA, наверное, да, больше повезло. Ну, еще там есть 2 компании, которые уже купили. То есть это LOCK, LOCK, в сентябре она еще торговалась. Ее купили с премией там 30%, скоро она перестанет торговаться вообще. И компания NXPI, NXPI Semiconductors. То же самое для интернет вещей, они, так сказать, нацелены, всякую полезность сделать. Что там еще? Саша Бутманов, привет, привет, рад, что ты меня смотришь. Ты помнишь наши пари? Ты помнишь наши пари? До моей точки осталось ближе, чем до твоей. До моей точки роста осталось ближе, чем до твоей. Но зато ты должен понимать один большой плюс, что если до моей точки мы не дойдем, то уж очень вероятно дойдем до твоей. Ладно, я шучу, я не злорастую. Все-таки это все шоу, шоу шутки. Кто конечный ФЦР у Роснефти сейчас? Есть мнение? Да нет, нет мнения, я стараюсь как-то не комментировать российскую политику и Украину. Это такие мне две больные темы, которые я... Ну, наверное, я в них намного меньше компетентен, чем в финансах. Ну, просто, на мой взгляд, это глупо делать. Парам, 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 парам. Давайте задать все вопросы, чего-то вопросов пока нет. У меня еще есть буквально минут 15-20, прежде чем я пойду на встречу. Встречи на рынке. Сегодня можно посмотреть, кстати, банки. Вероятность в бывшей ставке сильно выросла, ну, чуть ли не два раза, да. И, на мой взгляд, банки очень горячи, и моментум в них есть некий, который может как раз на открытии реализоваться. Какой-нибудь Golden Sucks, JP Morgan. Он выглядит супер-классно. Выглядит супер-классно. Что еще, что еще, что еще, что еще, что еще, кстати. Вот сегодня появился ролик на Smart Lab. Я выкладываю свой ролик, он набирает 30 плюсов. А ролик, в чем польза биржевых спекулянтов, набирает 75 плюсов. Или ролик о том, что какой-то чувак слил бабки, набирает там 150 плюсов. У меня это, конечно, поражает, насколько общая, как бы, заинтересованность людей в уникальном контенте, она низкая. И на ответ, в чем польза биржевых спекулянтов, ни в чем. Ну, реально, ни в чем. Мы ничего не абсорбируем, мы ничего не производим, мы ничего не делаем. Мы, как бы, паразиты. Мы создаем волатильность. И все, что написано в этом ролике, это все притянуто за уши. Вот. Так что, если вы решили стать трейдером, хорошенько подумайте о том, что вы не приносите никакой пользы человечеству вообще. И вы бесполезный абсолютно член общества. На чем, по мнению, в долгосрочной перспективе стоит заработать на инвестициях или спекуляциях? Ну, в первую очередь, я всегда... Наверное, не совсем, наверное, отвечу на этот вопрос. Знаешь, я отвечу на другой вопрос. То есть, когда у тебя есть, как бы, бабки, ты можешь, типа, и спекулировать, и инвестировать. Ну, по факту, ты можешь и профессионально заняться трейдингом, научиться, тебе не нужно... У тебя есть деньги, тебе не нужно, там, их сейчас зарабатывать, у тебя есть время, ты, условно говоря, за эти деньги покупаешь время, обучение, там, открываешь счет, учишься, и ты можешь инвестировать, кому-то там дать, либо сам просто купить, какой-то стандартный, не знаю, там, индексный фонд или что-то еще. Но это хорошо, когда у тебя есть деньги. То есть, тебе доступен и тот, и тот вариант. Очень часто в трейдинг приходят люди, которых, как бы, денег нет. Или есть их очень ограничено. Ну, по крайней мере, там, у меня была такая ситуация. И тут вопроса не стоит. Естественно, на профессиональный, как бы, спекулянт денег заработает больше, сильно больше, чем любой инвестор. Но это более рискованно, это менее вероятно, и, соответственно, это тратит твое время, здоровье, силы, как бы, и так далее. Инвестор – это очень хорошо, но, скажем так, инвестиции тоже могут быть неэффективны. На мой взгляд, сейчас постоянно все говорят, что вложения, типа, в хедж-фонд менеджеры – все говно, потому что они не зарабатывают деньги, они берут деньги из-за управления, и поэтому нужно лучше вкладываться в индексные фонды. Вот если бы вы купили индекс S&P 500 в 2009, он бы вырос там на 500%. А если бы вы дали в какой-нибудь хедж-фонд, он там заработал бы 150, это самое лучшее, скорее всего, вы бы потеряли деньги. Это, на мой взгляд, все фразы из контекста и нечеткая, как бы, выборка просто такая очень странная. Мне телефон написал, что у меня заканчивается место почему-то. И поэтому инвестиции, даже пассивные инвестиции, в целом могут быть тоже очень сильно ошибочными. На мой взгляд, лучше зарабатывать деньги где-то не на рынке и вкладывать в венчуры. То есть венчуры, на мой взгляд, намного интереснее, причем то, в которое ты веришь, а не то, которое тебе советуют аналитики. У каждого человека есть потребность в самореализации, в новых успехах, еще в чем-то. Так вот, инвестиции вечера, твои вот эти потребности, они компенсируют. Тебе не будет нехорошо, неплохо, если ты сделаешь 10%, 15% на свои полумиллиона или миллион долларов, которые ты вложил в фондовый рынок. Если у тебя есть бизнес, и ты можешь вложить такие деньги, значит, у тебя бизнес подносит еще больше денег. Поэтому все познается как бы в сравнении. Если ты бизнесмен, особенно там в России, или ты понимаешь вообще, как это все делается, как бизнес делается в России, то, конечно, завлечь тебя процентами, там, в 15-20%. Это много, это круто, но можно фрукты покупать на овощей базе и продавать их в центре города, в палатке и делать такую же маржу. Я в этом плане бы инвестировал бы, ну, и то, что мы как бы делаем с ребятами, безусловно, мы ведем свой бизнес и инвестируем в всякие мощные венчуры, супер сумасшедшие, супер непонятные, и инвестируем туда ту сумму денег, которую мы готовы 100% потерять. На мой взгляд, вот такие инвестиции сейчас более, ну, более как бы интересны. Не знаю, по крайней мере, для меня. Потому что у каждого своя ситуация, сложно сказать. Лет, не планов, не стоит. Дай бабок. Вася, оленник. Дай бабок. Нужно срочно по СИП увеличить. Вася, я тебя обожаю, люблю вообще. Ты просто тот человек, которого записи я смотрю в архивах РБК, потому что мне это нравится. Сегодня Америка растет последний день. Ты знаешь, мне напоминаешь, короче, такой чувак в капюшоне с колокольчиком, с табличкой ходит, завтра будет Армагедон. В американской хилёхе, наверное, такое я видел. Ладно, я желаю всем хорошего настроения. Мне уже пора. Вася желаю, чтобы американский рынок наконец-то упал. И всем, чтобы доллар наконец-то начал расти. Всего хорошего вам и пока. Ну что ж такое.